А здрасте! Всем друзья привет уленьки, мы продолжаем играть в ферму. 7 утра следующего дня у нас и давайте смотреть что у нас вообще происходит на нашей ферме. Поля друзья наши еще не созрели. Тут у нас предпоследняя стадия роста кукурузки уже. Кукурузка у нас да растет, а на других больших полях у нас растет сорга, но тут еще где-то предпоследняя стадия роста, а где-то даже еще и предпредпоследняя. А соседнее поле и вообще толком еще тоже не выросло. Но ничего страшного, подождем. Теплички сады у нас работают, в принципе можно сюда воды будет привезти. Поддонов я немножко еще привез. Удобрения извести здесь все в порядке. У садов. В общем-то тоже все в порядке, можно будет компоста закинуть еще потом. Короче эти ребятушки пускай растут. Я друзья все поотвозил на фермерский рынок. Все что у нас было в теплицах садах, в общем-то фермерский рынок потихоньку у нас работает. На пару дней должно хватить. У нас на балансе есть 2 миллиона 700 денег. Это во-первых доходы с этого самого фермерского рынка, но и основное конечно это доходы с контрактов. Там прилетело много. Я вплоть до вечера, где-то до 8 часов вечера все это дело выполнял. А также кстати продал я продукцию с кормозавода нашего. Также друзья давайте посмотрим что у нас у коровок у наших. Уже по 105 штук. Еда есть, вода есть, солома есть, чистота. Потом как-нибудь почистим. Я хочу поставить мод на самоочистку вот эту, потому что не хочу этим заниматься. Но я все время про это забываю, поэтому приходится иногда вручную это все дело делать. Но ничего страшного. Есть 86 кубов молочка. Навоз, жидкий навоз я отсюда вывез. И вот они еще тут накакали. А вывез я его друзья на производство удобрений. Вместо ила в общем-то вот сюда вот закинул. Пускай работает. Также друзья занимался потихонечку вот этим вот производством. Возможно тут уже тоже можно освобождать динамит. Есть у нас прямо уже дохренища динамита. Скоро поедем, что-нибудь повзрываем. Также на базе у нас есть топливный завод, в котором потихоньку заканчивается сорга. Вообще если брать вот по этим культурам, силосы у нас на базе дохренища, кукурузы у нас нету. Сахарного тростника у нас дохренища и сорга у нас тоже нету. Соответственно на полях у нас растет кукуруза и сорга, чтобы это все дело пополнить. Цели именно такие. Также друзья мы собрали еще с прошлого раза с наших полей кофе. Его что-то как-то вообще мало получилось, 5 миллионов литров всего. Я что-то как-то рассчитывал на большее количество. Возможно потому, что у нас вот здесь вот кусочек есть, который требует вспашку. Возможно где-то что-то я может быть забыл удобрить. Такое бывает. Но получилось меньше, чем я рассчитывал. Это все дело можно продать и все будет хорошо. По силосной башне у нас как дела обстоят. Можно завести, можно вывести. Все понятно. Давайте вот этого товарища отправим вывести силос. А вот этого товарища отправим закину туда травы. Пускай пока это самое. Сделают это все, пока мы тут рассматриваем, что у нас происходит. Далее друзья наш молочный завод, который мы купили в прошлый раз. В общем-то тут у нас закончилось молоко. 11 кубов сыра у нас появилось. Сливочного масла, но почти 11 кубов. И 11 кубов сметаны. Поддоны есть вроде как не проблема. Я не помню сколько я сюда поддонов отвозил, но они наверное не сильно много тратятся. Электроэнергия тут аж заполнилась. До конца сюда она вроде как не поступает. А вот завод, который у нас мусор перерабатывает, вот там что-то как-то все не очень хорошо. Упаковка-то делается. Электроэнергии здесь нету. Хотя электростанция работает. Причем сейчас она работает только на этот завод. И соответственно стекла нам тут лишнего не сделалось. Это не круто, потому что электроэнергия не поступает. Но ладно, я знаю как эту проблему решить, по крайней мере временно. Это мы в общем-то посмотрим. Также друзья на левом нашем острове еще есть два заводика. Во-первых, завод, который делает корма. Отсюда я вывозил все корма и продал, которые были. И в общем-то линии все запущены еще раз. И потихоньку они делаются. Видимо на следующий день сделаем то же самое. Когда тут все закончится, я его пополнять не буду. Геморройное занятие вывозить эти корма все. Единственное только моносмесь, конечно же, мы будем забирать себе. И то я в общем-то буду думать, надо оно нам или нет. 45 кубов моносмеси у нас здесь есть. Электроэнергии в принципе много, завод работает. Здесь электроэнергии хватает. Что еще по сеносушилке у нас? Сена уже много, я думаю, что надо его вывести на базу отсюда. И можно будет даже закинуть сюда еще траву. Сейчас в общем-то те ребята освободятся. Мы их также отправим сюда. Забрать сена на базу и траву отвезти. А по поводу Алкоя Метал. Здесь в общем-то с электроэнергией тоже вроде как проблем особых не было. Алюминиевый лист и медный лист выполнились. То есть по 21 кубу лежит. Ну и 4, которые мы выгружали здесь в прошлый раз. Зачем нам нужны эти самые листы? Потому что мы хотим построить завод. И как раз этих листов и стекла здесь не хватает. Все сюда привезено, кроме соответственно листов и стекла. Сегодня значит мы привезем сюда то, что нам надо. Стекла сколько сможем, столько привезем. Надо будет запомнить сколько еще останется привезти. Пускай хотя бы начинает строиться этот заводик. Но построится он видимо не скоро, потому что ждем стекло. Стекло я уже друзья говорил, что можно купить завод, который у нас делает стекло чисто. Из песковой и угля по-моему. Но во-первых стоит он очень дорого. Во-вторых работает он тоже медленно. Плюс к этому заводу надо еще и электростанцию купить. Которая стоит еще 3 миллиона. И в общем-то там тоже с этой электростанцией играться. Хотя здесь вот есть сахарный завод, который нам скорее всего тоже понадобится в будущем. Но в любом случае не сегодня. А еще друзья я тут парочку контрактиков взял. У нас техника сейчас вся вот эта вот свободна. Поэтому можно отправить делать эти контракты наверное. С другой стороны я не очень хочу запускать миллион техники. Особенно на запись. Потому что фпс проседает. Но это ладно. Давайте друзья значит возьмем вот этого грузовичка. Заполним его молочком. И это самое молочко отвезем. Точнее не сами конечно отвезем. А отправим его отвезти на молочный завод. В ближайшее время посмотрим будет ли этот завод справляться с теми коровами что у нас есть. Точнее будет ли ему хватать молока от тех коров что у нас есть. Если нет то забьем второй коровник. Правда с другой стороны этот заводик у нас пока не сильно то и нужен нам. То что он производит я продавать не сильно собираюсь. То что он производит у нас пойдет как ресурсы на другие предприятия. Финальная, скажем так. Да, довольно-таки долго заполняется. Но ладно. В общем-то, этого товарища мы отправляем на выгрузку молока. И он вроде как его отвезет и приедет обратно, припаркуется. Все у него будет путем. Что у нас с нашими товарищами, которые силосом занимались? Они, в принципе, освободились. Поэтому давайте-ка их перехватим. И одному из них, скажем, съездить забрать сено и привезти в элеватор. Так что давай, друг, едь туда. А второго, друзья, перехватим и скажем ему отвезти один прицеп травы. Наношусь я на сушилку. Так что давай, друг, погнал. Ну и, в общем-то, они по одному разу съездят и тоже вернутся на парковку. Значит, друзья, как я решил решить проблему с электроэнергией, которая у нас временно сейчас есть? Мне в комментариях подсказали, что можно купить поддон с заряженными батарейками. Я почему-то думал, что это не заряженные батарейки, а это как бы пустой поддон, который ты переводишь на электростанцию, ставишь на зарядку и он заряжается. А в общем-то, давайте попробуем. И да, я опять-таки нарушаю немножко правила по поводу покупки. Я не очень хотел на этой карьере вообще что-то закупать. Удобрения, гербициды, семена, вот это вот все. Здесь это все можно производить, включая электроэнергию. Но, ребята, сейчас такой момент, когда надо. А еще можно арендовать. У меня есть подозрение, друзья, что это просто батарея, которую надо заряжать. С другой стороны, эту самую батарею можно производить. Вроде как. Давайте попробуем. Купим таких вот 4 штуки, а не емкостью по 30 кубов. Здесь идет продукт электроэнергии. Было написано, я видел. Покажись. Да, электроэнергия. Значит, можно отвезти это все дело на электростанцию. Блин, начало топливо заканчивается. Не очень хорошо. Загружаем эти 4 поддона. Проблема с электроэнергией у нас в первую очередь сейчас находится на мусорном заводе. Поэтому это все дело мы отправим именно на ту электростанцию. Предварительно, раз уж у нас тут топлива мало и рядом заправка, то давайте заправимся. А что, с этой стороны нет шланга? Не, есть, все нормально. Давай заправляйся. Ага, быстренько заправился. Что у нас, кстати, тут по топливу? А, еще 20 кубов. Нормально. У нас там, кстати, скоро закончится место на топливном заводе. Надо будет оттуда топливо вывезти. Наверное, я его по заправкам разведу, потому что заправок можно будет чуть-чуть в бочку тоже загрузить. В общем-то, едем на электростанцию. Ну, вот она наша электростанция. Давайте-ка, во-первых, проверим, что у нас по углю. Ну, трубы коптя, значит, уголь еще есть. 116 кубов в одном, 116 500 в другом. Все хорошо. Давайте тогда батарейку закинем. Насколько мне сказали, нужно найти вот здесь вот линию. Медный дизайн. ПМС переработка. Вот это вот электроэнергия. И поставьте ту самую батарейку сюда. Давайте, в общем-то, попробуем это сделать. Я ни разу это не пробовал делать. Сейчас, в общем-то, попробуем. Все бывает первый раз. Да, оно сюда выгружается довольно медленно. Ну, ладно, пускай выгружается. Самое главное, что электроэнергии вроде как много у нас, но она почему-то не передается. Это та, которая была электроэнергия, 27 кубов. Она не передается на завод. На молочке 9 кубов. Но она закрыта, электроэнергия там копится. Или это другая линия? Ну, это же не другая линия. Это вот здесь вот как раз она и открывается. Ладно, сейчас она выгрузится. Посмотрим, как это работает. Или это сейчас появились эти 27 кубов? Непонятно. Я думаю, что имеет смысл сюда еще один поддон выгрузить. Да, выгружается он крайне долго. Но ладно, ничего страшного. Готово. Давайте еще один поддон поставим. Пускай производство работает. А если мы откроем сам завод? Что у нас там по электроэнергии? А вот она сюда прям и пришла. Она заполняется прям сюда. Вот это место, которое мы здесь выгружаем, эта электроэнергия заполняется сразу же сюда. Все понятно. Значит, друзья, что мы делаем? Вот эти вот два оставшихся поддона мы выгружать сейчас не будем. Я их оставлю здесь до лучших времен. Когда-нибудь мы опять столкнемся с такой проблемой, когда будем новое предприятие запускать или еще что-нибудь, что у нас опять с электроэнергией будут проблемы. Это мы оставим здесь. Пускай стоят. А мы тогда этого товарища отправляем на завод Алко. Мы с этого заводика сейчас заберем медные листы и алюминиевые листы. Также у нас есть еще один такой же грузовичок. Нам все равно два раза туда надо будет ехать, поэтому отправляем сразу же и его. Давай, друг, погнал. Так, а я опять не уследил ни за цементным заводом, точнее, за цементным я не уследил, а вот эти с этими все в порядке. Они пока работают. Сталилитейные, я имею в виду. А вот сюда песок гравий надо привезти. И известняк тоже заканчивается, и уголь. В первую очередь песок гравий, конечно. Так, друг, ты три раза съезди, отвези гравий. Вот этот как раз возвращается на базу, возил травку. Ты, друг, тогда вези песок один раз. Ты, друг, на Сталилитейку везешь один раз руду. Вот так вот, погнал. Ну, а ты тогда везешь известняк. Во, и все у нас будет прекрасно. Чайни все, короче, туда все поотвозят, и все будет путем. Опять до хрена техники одновременно работают. Черт. Так, у нас какой-то грузовичок как раз прибыл к Алко. И второй туда тоже подъезжает. Они вроде с разных мест ехали, но приехали почти одновременно. Чудеса, да и только. Значит, что мы делаем? Мы загружаем один грузовичок нашими листами. Пофиг, как в разнобой. Вот так вот. Готово. И вываливаем максимально, сколько возможно. Вот так вот получилось. И, друзья, еще четыре поддона, которые мы, по сути дела, выгружали. Даже пять поддонов, получается. Пять поддонов нам надо погрузить сюда, как бы без коллизий, да, чтобы они были. Вы понимаете, о чем я говорю. Тяжеловато это сделать, конечно, ровно. Но, что поделать? Нужно всего пять штук. На другой грузовик мы то же самое сделаем. И получится, что мы сразу перевезем 25 поддонов. Так, пять погрузили. Стоят они вроде бы даже и нормально. Да, даже толком ничего не выпирает. Тогда, дружище, едь на стройку медного завода. Погнал. Теперь мы берем второй грузовичок. Он вроде как сюда уже приехал. И проворачиваем с ним абсолютно ту же самую операцию. О, погрузили. Вроде бы тоже ничего не торчит. Замечательно. Вот они даже сверху и видны. Закрепляем их ремнями. И отправляем на ту же самую стройку. Погнал, друг. Вот и первый грузовичок у нас приезжает. Перехватываем его. И, друзья, у нас посыпалось то, что мы загрузили сначала сами. Давайте уже тогда аккуратно высыпем сначала это. Листы разгружаются. Есть у меня подозрение, что здесь все не влезет, да? О, черт. Нехорошо получилось. Ну ладно, не проблема. В два захода, значит. А, видите, как все, все грамотно. Черты, некоторые из них все равно на триггер не попали, да? Ну и ладно, ничего страшного. Мы их и руками можем потолкать, не проблема. Так, высыпали все, отлично. Ну ты тогда, друг, едь на мусорный завод за стеклом. Так, с этим товарищем нужно проделать абсолютно ту же самую операцию. Сначала аккуратненько выгружаем то, что у нас здесь загружено не по автозагрузке. Остальное, друзья, будем на бок выгружать. Тут, насколько я понимаю, вообще должно быть по 18 поддонов на прицепе. А мы загрузили 20. То есть прицеп дал возможность, но задумано не так. Поэтому выгружаем их по очереди в два захода. Что-то они здесь то выгружаются, то не выгружаются. Может из-за того, что они очень близко друг к другу стоят. Ну ладно, мы их тогда немножко подвигаем. Все, пошла жара. И этот товарищ у нас поедет разгружать склад. Возить поддончики со стали литейного завода на склад. Давай, погнал. Значит, отсюда надо выгрузить стекло. Там вроде тоже по 6 поддонов все выгружается. Да, кстати, переработка пошла. Электроэнергии много. Хотя тратится она тоже довольно быстро. Может вот эту линию пока отключить? Не, ладно, пускай работает. Нам нужно выгрузить стекло. 5 поддонов. Давайте маном подгоним туда, чтобы он мог забирать отсюда все. Все, выгружаем еще стекло и еще стекло и еще стекло. Выгружаем по максимуму. Знаете, раз производство пошло, давайте, наверное, мы подождем, пока еще один поддон появится у нас. И тогда отвезем 15 штук сразу. И останется 10, чтобы не сбиться со счета. В общем-то, пока пускай этот товарищ стоит здесь. А этот как раз приехал. Сейчас будет возить здесь поддончики со всей силы. Производство у нас тут уже все запущены. Все работает, везде все пополнили. Чего-то больше, чего-то меньше, но все работает. Ресурсов, кстати, должно хватить на еще один мост. Так что поедем строить еще один мост тогда. Еще 4 штуки осталось. На 1 литр изменилось момента последнего. Было 965, стало 966. Вообще 1000 в час, типа, обещает. Но что такое 1000 в час, тоже непонятно. То ли тратится мусора 1000 в час, и из-за этого по 250, например, выливается. А то и в меньшей пропорции. То ли еще что-то. А здесь, кстати, 965. А, ничего не изменилось, значит. Там где-то лишнее, там, тысячное литра. Где-то округляется, где-то нет. Я понял. Ладно, ждем. Ну, а, кстати, вот эти вот перевозчики потихонечку освобождаются. Еще 2 трактора будет пару поездок делать. Это я к чему? Давайте, наверное, поставим выполняться какой-нибудь контрактик. Во-первых, посмотрим, что у нас еще здесь, может, свежего появилось, прямо интересного. 40 тысяч за посев, неплохо. 57 тысяч за посев, тоже неплохо. 18 тысяч сбор урожая кофе, неплохо. Там кофе будет лишнего много, поэтому это довольно прибыльный контракт. 43 тысячи тюкования, но тюкования я делать точно не буду. Но вот эти вот 2 на посев я, пожалуй, возьму. И возьму еще на сбор кофе. И с него, в принципе, можно будет и начать, или начать со сбора урожая 62 поле конопля. И то, и то нужно возить в одно место, вообще шикарно. И чтобы было быстрее, друзья, их двумя комбайнами. Или отправить комбайны на разные поля. А поля-то большие вообще или нет? Нет, поля не большие, там не так много урожая будет. Ну, тысяч по 100 упадет. Тут еще и возить рядом. Ладно, давай, шуруй, ты на поле 62, а ты красный. Шуруй на поле 5. Погнал. Ты у нас поедешь на поле 5 и будешь это все дело возить по контракту. Потому что ты меньше, и тебе меньше ездить. Точнее, ближе ездить. Погнал. А ты тогда будешь работать на поле 62. И все будет прекрасно. Те, кто в поле будут работать, пока пускай стоят курят бамбук. Кстати говоря, с учетом того, что мы, в принципе, можем мотать время сейчас смело. Давайте до 9 утра время это самое промотаем. Посмотрим, изменится ли что-нибудь здесь. Ох, как сразу изменилось. Сразу поддончик появился. Ну, относительно быстро у нас здесь все это будет сделать. Я думаю, в течение дня, с учетом того, сколько электричества мы привезли, еще 10 кубов мы сможем здесь сделать. Выгружаем тогда еще один поддон стекла. Он у нас сразу залетает в грузовичок. И отправляем его на стройку медного завода. Ну что ж, друзья, вот и стекло мы привезли. Давайте его выгрузим. 15 поддонов из 25. В любом случае, стройка у нас сейчас запустится. 15 из 25. В общем, да. Стройка у нас запустится. Я буду потихонечку следить за тем, как у нас производится там это самое стекло. Ну и если все будет хорошо, то, возможно, в следующий раз этот завод уже будет построен. Если нет, то, ну, нет. Давайте, друзья, на этом серию мы тогда закончим. Сегодня мы тоже неплохо поработали. Что-то повозили, что-то покатали. Запустили, наконец, стройку эту. Разобрались с электричеством. В общем-то, продуктивненько. Плюс, опять-таки, продолжаем зарабатывать денежки. Я начал опять упорваться в контракты. Сметанки уже 13 кубов. Да, потихонечку работает. В общем-то, я за кадром, друзья, слежу за производствами. За всеми. Выполняю контракты. Собираю урожай. В следующий раз посмотрим, сколько у нас там получилось кукурузы сорга. Запущу стройку еще одного моста, потому что у нас пока строек нету. Вроде как ресурсы есть на все это дело. Не то, чтобы они прям лишние, конечно, но пускай будет. А вы, друзья, если не хотите пропустить следующую серию, то подписывайтесь на канал, чтобы ее не пропустить. И вступайте на сервер дискорде, там уведомлялки шлются. Прям как только я их публикую. А если хотите ее посмотреть вот прям сейчас, то это сделать можно на бусте. А тем, кто уже поддерживает на бусте, друзья, огромнейшее спасибо вам за поддержку. Если б не вы, то этой карьеры, скорее всего, бы и не было бы. Лайкусики и комментарии тоже не забываем. В общем-то, всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дело и всем пока-ки.